Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на родине РП, центральный округ, у них здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить мой ник при эстации, также можете вводить мой промокод на 6 уровне, за ним получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, давно не было серии по родине, я, так сказать, брал небольшой перерыв, потому что, ну, особо нечего даже было снимать, по сути, я неделю не выпускал серии по родине, но сегодня, как бы, я решил записать видео, потому что вышло мини-обновление. На самом деле, да, это маленькое обновление, но там много чего изменили, на самом-то деле. Изменения очень хорошие, поэтому сегодня я вам это все покажу. Конечно, полностью обновление не покажу, потому что там очень большой список. Даже можете зайти в группу Родины, и там список реально очень большой. Но я вам покажу то, что я запомнил, и то, что мне понравилось. Поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, что вообще изменили? Я вот заметил, по-моему, изменили карту. Возможно, конечно, я ошибаюсь, но она, по-моему, стала совсем другая, я ее такой не видел. Когда я в последний раз заходил, она такой не была. И также изменили немножко иконку голосового чата, но это реально очень прикольно. Но самое глобальное, пацаны, это изменили, именно панельки всяких там магазинов, статистики, машины, новые системы сделали. Я считаю, это очень круто. Вот так вот теперь выглядит статистика, в принципе, все такое красное, знаете. Здесь написаны мои машины, которые у меня есть. Ну, здесь написано, короче, все, что у меня есть. Я владеть могу теми домами, но это, я думал, вы знаете. Наркозависимости у меня нету, кстати, вообще. Я красавчик. Здесь пишется мой номер телефона. Бангская карта имеется у меня. Пишется количество денег на руках, в банке и на депозите. Вот это реально очень круто. Ну, как-то, знаете, оно не очень прикольно смотрится, личному мнению, потому что, ну, как-то оно все такое красное, и моему глазу неприятно лично это смотреть. Лучше бы оно все зеленое было, мне кажется, так было бы поинтереснее, либо желтое, например. Ну, потому что такой цвет красный какой-то противный. Если честно, ну, это личное само мнение, как бы я ни в коем случае не хочу обосрать родину, как бы это личное мнение. То, что зелененькое вылетает, это круто. А вот то, что все вот это красное, мне не особо нравится. И, кстати, можно теперь иметь шесть машин. На данный момент у меня четыре машины, но можно иметь, по-моему, шесть машин. И это очень круто, потому что, ну, мне этого реально не хватало. Потому что бывало такое, то, что у меня были машины, и я хотел купить машину для рыжика и ее подарить. Но у меня не было места, поэтому сейчас, я думаю, будет попроще с этим. Кстати, пацаны, я вот небольшой бах нашел. Ну, как небольшой? Большой бах я нашел. Если зажать кнопку Z, когда вы открываете карту, то у нас будет карта Сампа. Я не знаю, как они это не увидели, но это реально бах. То есть, вы хотите увеличить карту, ее маленькую, сделать такую, чтобы вы ее полностью видели. Вы зажимаете кнопку Z, и у вас карта Сампа получается. Я не знаю, это так и должно быть, возможно. Либо они это просто не заметили, то, что такой бах есть. Ну, скорее всего, это, я думаю, пофиксят. Но выглядит это довольно-таки необычно. Итак, пацаны, следующее, что бы я вам хотел показать, это новая система на авторынке. Теперь вот такие вот таблички, как на Аризоне. Кто не знал, как бы, Родин РП, это проект от Аризоны. То есть, здесь очень похожая система. Прям очень похожая. Можно сказать, один в один. Теперь сделали такую же систему, как я на Аризоне. Вот такие таблички появляются, в принципе. Здесь пишется владелец, ID, автомобили, как я понял. Я считаю, это очень прикольно выглядит, потому что, ну, как бы, здесь пишется фу, тюнинг, не фу, тюнинг. Вот это реально очень круто, мне нравится. Хотя я на Аризоне, естественно, не играл. Хотя нет, один раз играл, но именно вот этой системы я не видел. То, что она там есть. Но выглядит довольно-таки прикольно и необычно для КРМП. Ну, по сути, Родина, это русский самп, короче, можно так сказать. Кстати, добавили новую систему Cars, получается. Теперь нету команды Cellcar2, Cellcar, типа, такого нету. Теперь вот такая вот панелька, получается. Здесь пишется наша машина, налог на эту машину, какой у нас имеется. Давайте нажимаем вот так вот, тут тоже все изменено. Кстати, вот это полезная функция, потому что теперь вы можете смотреть, сколько вы машину продаете. Потому что, ну, когда вы раньше сливали машину в ГОСТ, вам не писалось, сколько вам дадут денег. А сейчас можете спокойно зайти в Cars и посмотреть, за сколько вы сможете слить в ГОСТ. Следующее, что бы я хотел вам показать, это то, что изменили инвентарь. Теперь можно брать 5 РМКомплектов сразу за один раз. Я считаю, это очень круто, потому что, ну, раньше, по-моему, можно было по 2 брать, потом по 3. А сейчас можно будет брать по 5. Теперь нажимаем инвентарь. Вот, теперь у меня 5 РМКомплектов. Ну, это очень круто, реально. Мне вот инвентарь очень нравится, то, что мы можем свой скин видеть, в принципе. Мы можем видеть, получается, все, что нужно. И, кстати, еще сделали новую систему, получается, аксессуаров. Я вам тоже сейчас ее покажу. Кстати, онлайн сейчас на родине очень хороший. Это не может не радовать. 700 онлайн, получается, в часть дня по МСК. В часть дня по МСК онлайн уже 700 на первом сервере. И на остальных серверах тоже онлайн довольно-таки хороший. Я считаю, что это очень круто. Потому что родина реально растет. И скоро уже, реально скоро должно выйти глобальное обновление. И я думаю, то, что родина реально хорошо поднимется по онлайну. Она и так уже хорошо поднялась по онлайну. Но когда выйдет глобальное обновление с новой карты, я думаю, все будет намного поинтереснее даже. Бля, как ты видел, короче? А, во. Во, пацаны. Вот так это работает, короче. Не, ну я считаю, это круто. Но рюкзак какой-то маленький, я вам так скажу. Короче, теперь я вот такой каской буду ходить и с таким маленьким рюкзачком. Такое ощущение, что этот рюкзак спиздил, не знаю, пятиклассик какого-то. И у меня еще машина пропала. Отлично. Ну ладно, сейчас, короче, продолжим, пацаны. Ну и последнее, что бы я хотел вам показать. Эта система, получается, дальнобойщиков. Ее немножко изменили. Теперь вы выбираете, сколько вам нужно брать топлива, допустим. Раньше, получается, вы именно брали топлива, сколько вам скажет система, получается. А сейчас вы можете брать. Короче, пацаны, мне не получится вам показать, как топливо загружать. Потому что сейчас все заправки полные. Я не могу взять просто бензин. Но поверьте мне на слово, что, ну, такую систему сделали. Вот у меня лично максимальный скилл, как бы, дальнобойщика. Поэтому я могу брать 4000 литров топлива. А если у вас будет первый скилл, то вы сможете брать намного меньше. Поэтому вот как-то так. Также еще добавили в казино то, что теперь можно играть не на 5000 фишек, а на 15000 фишек. Я вам это показывать не буду, потому что бабки сейчас я тратить не хочу. Потому что, ну, я хочу хотя бы домик купить, и потом уже можно будет сыграть в казино. Но так я хотел бы на снимах подальнобой, в принципе. Только хреново то, что не всегда есть работа. Было бы круто, если бы как-то, ну, сделали так, чтобы всегда была работа. Ну, просто, допустим, даже на завод куда-то бензин возить. Чтобы была всегда возможность поработать. Вот это было бы реально очень круто. Ну, что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте вводить мой ник при регистрации и мой промокод. Все, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok